Чтобы жизнь в стране стала лучше, трудиться нужно с полной отдачей. В это свято верила и продолжает верить заслуженный зоотехник России Галина Кудинова. Ей, участница 14-го съезда в ЛКСМ, партийному пропагандисту и селекционеру, работавшему под марш коммунистических бригад, многое непонятно в сегодняшнем времени. Как сельская девчонка смогла пробиться в науку и за что ее похвалил сам Никита Хрущев, расскажут мои коллеги. Рожденным довоенное время детям было нелегко, как и всем вокруг. Рано довоевшая мать Галина работала скотником на ферме в селе Кониха. Тысячу ведер нужно в бочку с проруби налить, привезти, вылить эту воду, привезти корм до сотни голов, все убрать. Это просто я не представляю даже, где человек брал силы на это. Жили все примерно одинаково в поселке и трудности все одинаково переживали. Но вот не было такого, я даже не помню, чтобы это обсуждалось в доме. Вроде бы так и должно быть. Все жили какой-то надеждой на лучшие времена, которые придут. Желание как можно раньше начать трудиться и быть полезным обществом прививало с детства. Галя вместе с другими детьми сажала лесополосы, ухаживала за колхозными полями и своим огородом. Учились тогда мало, но мать твердо исполняла волю мужа. В последнем фронтовом письме он оказал обязательно выучить девочек. После смерти Сталина правительством был взят курс на развитие аграрного сектора. Десятиклассница и комсомолка Галя Кудинова отозвалась на призыв и пошла работать на ферму дояркой. Ощущение, что мы востребованы. Мне казалось, вот я должна что-то сделать. Должна так работать, чтобы действительно быстрее условия жизни изменились. Успехи в труде себя ждать не заставили. Недаром ее пригласили в начале на зональное совещание передовиков, а затем с подругой на 14-й съезд ЛКСМ. Там Галина выступила с обращением к молодежи, за что ее даже похвалил Никита Хрущев. Сказал, молодец. Тогда деревенские девушки впервые увидели Москву. Особенно, когда подъезжали к Москве, когда вот это было объявление, подъезжаем к столице нашей родины, города Москвы, вот мы плакали с ней, обнялись и плакали. Чисто, откровенно просто. Вот такие мы переживали с ней чувства. Бросать учебу резонно не было. Окончил сельскохозяйственный техникум, затем сельхозинститут. На центральной усадьбе возглавила племенную работу. Вместе с коллективом занималась разведением черной пестрой породы. Трудовой стаж Галины Кудиновой почти полвека. Награ за безупречную работу не с честь. От ордена Трудового Красного Знамени до звания заслуженной зоотехник России за подписью Путина. Для поколения, воспитанного на премьерах Павки Корчагина и Зой Космодемьянской, приносить пользу обществу считалось главным делом жизни. Галина Кудинова по-прежнему уверена, постоянный труд и учеба делают лучше самого человека и окружающий мир.